В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 90-летняя Лидия Семеновна Юденкова на прививку от коронавируса отправилась напевая. Я рада семье, готова все сделать. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский в преддверии 8 марта посетил Видновский троллейбусный парк. Будьте счастливыми, будьте любимыми и благополучны во всех местах этого слова. Члены общественного совета при ОМВД России по Ленинскому городскому округу провели акцию 8 марта в каждый дом. Всегда в форме. Надеюсь, так будет дальше. С вами очень приятно и легко работать. Спасибо вам. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов регулярно проводит приемы жителей Ленинского городского округа. 3 марта в городе Видное состоялась очередная встреча, на которой побывала и наша съемочная группа. Жительница ЖК усадьбы Суханова Лариса Яковлева со своим вопросом пришла на прием к депутату Государственной Думы уже повторно. Вячеслав Фетисов знаком с проблемой, которая заключается в том, что третий корпус жилого комплекса не поставлен на кадастровый учет. Неисполнение решения суда, затягивание процесса со стороны Росреестра вынудили жителей написать обращение даже к президенту Российской Федерации. Управление делами президента, они направили письмо, вот на основе моего обращения, они направили письмо в Федеральную службу Росреестра. Вот, Федеральная служба Росреестра присылает мне письмо, в котором пишет, что просто у Росреестра Московской области нет решения суда. В связи с данными обстоятельствами более двух лет участники долевого строительства не могут оформить право собственности на приобретенные жилые помещения, получить регистрацию и, как следствие, сталкиваются с трудностями в устройстве детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения и получении других социальных услуг. Для меня это будет дело чести, довести до конца этот момент и понять, как может, в общем, не уважают людей, которые отдали свои деньги и ждут положительного решения. Дмитрий Коросткин обратился с похожим вопросом. На кадастровый учет не поставлен дом номер 8 по Завидной улице, где он проживает. Дмитрий рассказывает, что разрешение на ввод в эксплуатацию дома было получено еще 8 октября 2019 года. Подписаны акты приема-передачи квартир. Люди живут в доме, но Росреестр отказывает в постановке из-за ошибок в техническом плане. До сих пор приходят отказы, и не могут поставить дом номер 8 по Завидной улице. Притом ошибки каждый раз разные. И несущественные. И несущественные. Просто жители поставили все условия, когда они не могут повлиять на то, чтобы как-то продвинуть этот вопрос в сфере. Также Дмитрия интересовали изменения проекта строительства автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное». Будет ли тоннель, как было запланировано ранее. Три ВКС прошли с разработчиками «Солнцево-Бутово-Видное» у нас в режиме. Были депутаты, депутаты бескомпромиссные, как черни, как знаете, может быть, Григоряна, достаточно сильно щипали. Какие-то вопросы там съезда на М4, там они включили тоннель, никто не нашел оснований для того, чтобы сделать тоннель. Трасса, она проходит по очень многим лесам, которые здесь есть, в низлежащей округе. И особо охраняемая зона Борковская, которая планируется, с краснокнижными животными, тоже будет задета. Хотя говорят, что проект, ее границы не определены, потому что МОСОВА архитектура не согласовала изменения границ этого участка. В любом случае необходимо людям объяснять, что происходит, куда пойдет дорога, какие затронут места, как это отразится на экологии. В ходе встречи были рассмотрены и другие жалобы. В поселке Дрожжино жители дома номер 21 по улице Южной провели общее собрание собственников, выбрав другую управляющую компанию. Но, несмотря на получение лицензии, управление осталось у прежней УК. Аналогичная ситуация с домом 13 по новому шоссе. Вячеслав Фетисов пообещал решить этот вопрос. Подвозя итоги работы дня, депутат Государственной Думы поделился своим мнением по актуальной сейчас теме вакцинации от COVID-19. Вакцинировался одним из первых еще весной прошлого года, поговорив с человеком, который эту вакцину разработал. У меня достаточно было пять минут, чтобы понять, что я этому человеку верен. Каждый должен принять для себя решение, что он в этой ситуации должен делать. Ну а следующий прием депутата Госдумы состоится через месяц. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. 90-летняя Лидия Семеновна Юденкова так любит петь, что даже на прививку от коронавируса во врачебную амбулаторию поселка Развилка отправилась напевая. На данный момент она самая пожилая жительница Ленинского городского округа, прошедшая вакцинацию от COVID-19. С ней пообщалась Екатерина Борисова. Давление и сатурация в норме, температура не повышена, антител нет. Значит, можно прививаться от коронавируса. Лидии Семеновне Юденковой уже 90, но несмотря на свой почтенный возраст, она решила защитить себя и свою семью от COVID-19. Все анализы, обследование, ЭКГ, плюрографию, все анализы у нее в порядке. Мы сами сначала очень сомневались по поводу того, стоит ли ее вакцинировать, но так как все вроде бы было у нее хорошо, и по анализам, и по самочувствию мы приняли решение, что в принципе можно ее вакцинировать. Лидия Семеновна всегда следила за своим здоровьем, ходила на диспансеризации, делала необходимые прививки. Сейчас она живет вместе с дочкой, с зятем и двумя внуками-школьниками. Прививаться, говорит, решили все вместе. У меня семья. Я ради семьи готова все сделать. Так же, как делаю для своих подруг, когда была молодая. После прививки Лидия Семеновна чувствует себя хорошо. Она не только рассказала нам о себе, но и спела. Петь она очень любит. Лидия Семеновна забила жалобу, но ночью вышел и большой мороз. Будем обязательно следить за ее здоровьем дальше, звонить, узнавать, смотреть. Ну вот и полчаса прошло, все, слава богу, все хорошо. Лидия Семеновна родилась в Курской области. На работу в Москву устраиваться на откатской отделочный комбинат приехала в конце 40-х прошлого века. Там на жаккардовой машине отработала 35 лет до самой пенсии. Четыре станка. Каждый станок в ширину побольше двух метров и в высоту около трех метров. Она стала одной из 60 жителей поселка Развилка, которым в этот день в местной амбулатории выездная бригада сделала прививку от коронавируса. Еще к одной лежачей пациентке медики отправились на дом. Постоянный же пункт вакцинации для жителей Развилки развернут в участковой больнице в Молокове. Там уже сделали прививку более 800 человек. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Видновский троллейбусный парк существует с 2000 года и сегодня уже сложно представить без троллейбусов улицы города Видное. Численность работников предприятия 120 человек, 36 из них женщины. Именно к ним в преддверии 8 марта пришел глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, чтобы поздравить с наступающим праздником. Несмотря на то, что женщины составляют только треть коллектива, именно они делают решающий вклад в стабильную работу предприятия. Руководит троллейбусным парком также представительница прекрасного пола Ольга Киндина. Работаете вы как швейцарские часы. Ведь для меня, как для главы, я практически не вижу, не слышу, проблематики нет. Прибыль у Ленина даже на оперативках редко получает слово, потому что все нормально. И сейчас мы все-таки про праздник. Будьте счастливыми, будьте любимыми и благополучиво во всех смыслах этого слова. Вместе с главой муниципалитета поздравить работниц троллейбусного парка пришел и заместитель председателя Совета депутатов округа Артур Григорян. Он отметил готовность коллектива предприятия оказывать помощь волонтерам, работающим в условиях пандемии. Благодарен за то, что поддержали наш проект «Волонтеры 50», волонтерский корпус, который сегодня участвует во всех этих событиях и помогает жителям. Поэтому еще раз с праздником вас, счастья, простого человеческого, женского счастья вам. На торжественном собрании также выступили представители руководства и профсоюза Видновского троллейбусного парка. В продолжение темы. Весенний праздник все ближе, а значит времени, чтобы успеть поздравить дорогих женщин, все меньше. Члены Общественного совета при ОМВД России по Ленинскому городскому округу провели акцию «8 марта в каждый дом» и преподнесли подарки женщинам, которые связали жизнь с правоохранительными органами. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Вас и вашу дочку хотим поздравить с наступающим 8 марта. С международным женским днем. Спасибо большое. Это для мамы подарок, а это для малышки подарок. Держи. Международный женский день для Олеси Гришины начался чуть раньше обычного. Супругу сотрудника внутренних дел, который сейчас находится в служебной командировке, с праздником поздравили представители Общественного совета при ОМВД России по Ленинскому городскому округу. Ее мечтой было получить в подарок набор антипригарных сковородок. Желание осуществилось. Очень приятно, неожиданно, трогательно. Спасибо, что сотрудники полиции нашего города не забыли нас. Акция «8 марта в каждый дом» была инициирована сотрудниками Управления внутренних дел. Идею с радостью подхватили члены Общественного совета. Общественный совет при Управлении внутренних дел нашим в преддверии Международного женского дня 8 марта проявили инициативу и проявили, я считаю, хорошую, может даже акцию, ее нельзя назвать, это просто нормальное, хорошее поздравление от Общественного совета при ОМВД Ленинского городского округа. Хочется поздравить всех женщин, чтобы они всегда были любимы и любили, и, конечно, в этот пандемийный год, чтобы все были здоровы. Анна Николаева в полиции трудится с 79-го года, все время в штабе Ленинского ОМВД. Выйдя на пенсию, так и не смогла проститься с любимым коллективом. Сегодня женщина – инспектор по поручениям. «Мне, конечно, дорог этот наш отдел, управление наше. Я привыкла к сотрудникам, очень люблю сотрудников. У нас замечательное руководство, и уже много поменялось людей в моей службе, и все были очень хорошие». Коллеги Анну Николаеву ценят, а руководство уважает. В этот день женщина вернулась домой с новой, современной микроволновкой. «Души вам здоровья, еще раз здоровья. Вы всегда в форме. И, надеюсь, так будет дальше. С вами очень приятно и легко работать. Спасибо вам». Слава поздравления, подарок и цветы получила еще одна участница акции – супруга погибшего при исполнении служебного задания сотрудника правоохранительных органов Тамара Щучкина. «Конечно. Я очень рада, что помогают всегда. Всегда, если что-то нужно, всегда отзываются, помогут». Юлия Погасяна, Александр Лугинов, Ирина Кошелева. Видно этого. Приближающийся Международный женский день отметили и члены Ленинского отделения Всероссийского общества инвалидов. Все внимание на праздники было приковано к мамам. Дети мастерили яркие подарки своими руками, а организаторы радовали цветами. В Центральной районной библиотеке прошел праздник, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие около 30 членов общества инвалидов, а точнее – дети вместе с мамами. «В предберии праздника 8 марта мы решили поздравить наших друзей, общество инвалидов. Мы с ними давно уже сотрудничаем. Мы, Наталья Алексеевна, в общем-то, любезно нас пригласили на это мероприятие. Мы откликнулись». «Мы вот в этом мероприятии, мы первый раз участвуем. До этого мы на Новый год собирали подарки. Это вот то, что с Натальей Алексеевной, с сообществом инвалидов мы сотрудничаем. Мы будем дальше делать праздники». Все внимание было посвящено виновницам торжества. Владислав Рымша от лица торгово-промышленной палаты подарил небольшой букет тюльпанов каждой женщине. Но цветы на этом не закончились. На мастер-классе ребята подготовили мамам еще один подарок – холщовые сумки с особым дизайном, нарисованными от руки фиалками. «В 8 марта – это день для девочек. Я это льсу для своей мамы». «Я не люблю обычно поздравлять, но я иногда люблю. Ну, просто я хорошо, хорошо разокрасил цветок». «А кому ты его подаришь?» «Маме». «Очень красочно, ярко. Мы вместе с дочкой сделали подарок на 8 марта. Можно показать? Вот такую замечательную сумку, которая останется на память о этом прекрасном празднике». «Мне очень нравится, очень замечательно. Дети довольны, дети веселятся». И как не веселиться, когда мастер-класс перетекает в игру с пиратами-аниматорами. Как известно, для мам счастливые дети – самый большой и важный подарок. Александра Ставерова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!